Сторону многомерия. Ну, то есть попробовать разобраться с большими размерностями. Вообще, мне кажется, у нас все для этого готово. Потому что нам не нужна особенная интуиция. Видите, это все алгебраические действия. Мы просто подбираем коэффициенты, с которыми пакостим направление. По-моему, уже все готово. Вот давайте просто я скажу, что такое многомерное пространство, что такое решетка целых чисел в нем. Ну и, соответственно, посмотрим на то, какие бывают дефекты у центрировки. Смотрите, R в n-ной степени, где n не обязательно двойка, тройка, а может быть четверка и 155, сколько хотите, 2 миллиона. Абсолютно по аналогии с тем, как мы определяли специально, мы это так делали, R2, R3. Это просто множество всех точек с координатами x1 и так далее, xn, где вот эти числа x1 и так далее, xn, являются вещественными. То есть это просто множество последовательностей, состоящих из веществных чисел. Ну, такое вот абстракция такая. Просто берем все возможные последовательности, состоящие из веществных чисел, и по определению этих последовательностей считаем точками подмерного пространства. Так, ну я думаю, что zn тоже несложно определить. Это множество точек x с координатами x1 и так далее, xn, где координаты, ну элементы последовательности, если быть более честным, суть, целые числа всевозможные. Ничего нового, согласитесь, но все как на плоскости и в трех метрах. Просто, ну чисто формально. Чисто формально. Так. Ну и по-другому. Как это можно записать? А давайте возьмем вот такие вот векторы. e1, у которого первая единичка, а дальше сплошные ныни. e2, у которого вторая единичка, а дальше сплошные ныни. И так далее. en, у которого сплошные ныни, а в конце единичка. Всего n таких векторов. Множество этих векторов подводится. Обзаграм е красивое, е полиграфическое. Ну и скажем, что в терминах этих векторов за t это множество точек, где c1, e1 плюс и так далее, плюс cn, en, где c1 и так далее, cn, произвольные целые числа. Соответственно, e1, en назовем базисом в целочисной решетке. Что-нибудь многое я по существу сказал? Да в общем нет. Все совершенно стандартно. Ну, друзья, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что базисов великое множество. Это вот такой специальный. Я думаю, вы даже знаете, как привести пример другого базиса? Надо вот этот вектор составить из сплошных единичек. Мне кажется, это очевидно. Как на плоскости, как в трехмерии, так и в онмерном пространстве. Если вы этот вектор составите из сплошных единичек, а все остальные оставите прежними. Это тоже будет базис целочисной решетки. То есть их, конечно, очень-очень много разных базис. Очень-очень много. Вот. Ну и можно добавлять разные векторы к этой решетке. То есть лянда с индексом А это по-прежнему множество всевозможных С на А плюс Б, где С это целое число, а Б это вектор из Z в едной степени. Вот можно рассматривать такие центрировки целочисной решетки, только уже нмерные. Опять это центрировка, конечно. Опять это, конечно, центрировка. И дальше возникает вопрос, как можно привести примеры тех или иных центрирующих векторов, вот этих добавляемых векторов, чтобы получался тот или иной вектор. Мне кажется, вы должны были понять этот принцип. Поднимите кто-нибудь руку, кто может предложить. Ну, скажем, с дефектом один. Не стесняйтесь. Так вот вы можете. Вы еще не говорите. Конечно, да. Если вы в качестве вектора А возьмете вектор, у которого все координаты равны 1, 2, то дефект, конечно, получится равным единице. Но вы просто вот этот вектор, как и раньше, замените вот этим. Потом, когда вы умножите на 2, вы аккуратно получите вектор из сплошных единиц. А он, как вы знаете, вместе с этим уже дает базис. То есть, конечно, достаточно только этот вектор заменить на этот, стал вот дефект равным единицам. Как сделать дефект равный 2? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, да? Дефект 2, я думаю, что вот так. Но опять мы вот этой частью испортим последнее направление. Последнее направление. А вот этим всем испортим одно из оставшихся. Одно из оставшихся. Ну и вообще, как сделать дефект равным какому-нибудь 2, 1, 2, просто D, неважно, как его обозначить. Понятно как. Ну, давайте я не буду так абстрактно сказать. Дефект 3. Берем 1, 2, так далее 1, 2, дальше 1, 3, 1, 5. Дефект 4. Чтобы было совсем подробно, чтобы я вас не гробил там абстракциями. 1, 2, так далее. 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7. Ну, в общем, можно получить любой дефект, рассматривая то ужное количество дробей со знаменателями, которые представляют собой, например, разные простые числа. Ну, главное, чтобы они были по пару взаимно просты. Но можно брать, например, разные простые числа. Дефект 5 будет 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 11. Ну, и так далее. С дефект можно получить, вообще говоря, совершенно произвольной величины. С дефекты. Продолжение следует...